Руслан Ильюш, мой следующий гость. Руслан, как впечатления после выступления? Впечатления отличные. На самом деле, должен сказать, что первый раз выступал на такой большой сцене. У нас в компании есть внутренний университет. Довольно часто там спикеры, сами сотрудники компании, для других сотрудников компании выступают с подобными презентациями. У меня есть опыт внутренних, а вот такой вот внешний, тем более на такой большой аудиторию, был первый раз. Я оцениваю довольно неплохо. Коллеги тоже, которые здесь, тоже сказали, что все довольно неплохо. Сильно чувствовался стресс перед выходом на сцену? Перед выходом на сцену, да. Я никогда еще так не чувствовал себя. Было неудобно, даже немножко потряхило. Но когда вышел на сцену, прям вот первое слово и как-то прям отпустило все вот. Как и в любой профессии, профессионализм отрабатывается часами. Руслан, расскажи про тему своего выступления. Тема моего выступления – это персонализация продаж, зачем и как вообще считать рентабельность покупателей. То есть очень много в интернете говорится о персонализациях продаж, как грамотно делать, чтобы действительно, чтобы человек купил, как подобрать товар так, сопутствующий товар или доп. продажу сделать. Чтобы человек купил. Но очень мало говорится о том, что человек может купить товар, который нерентабельный. То есть его нельзя просто взять и вывезти из ассортимента, потому что, например, за этим товаром люди идут в магазин. Продажа этого товара построена на том, чтобы продавать какие-то допродажи, сопутствующие услуги. И очень мало говорится о том, что это тоже нужно считать. Нужно понимать экономику этой продажи. И если получается, что человек приходит в магазин и покупает только такие товары, нам нужно его делать из нерентабельного в рентабельного покупателя. То есть это нужно считать. И как раз такой финалом моего выступления было то, что это обязательно нужно учитывать. Иначе можно, не учитывая это, можно прийти к тому, что товарооборот компании растет, а прибыль падает. Какие основные этапы трансформации покупателя из нерентабельного в рентабельный? Основные этапы – это, конечно же, сбор информации покупателя. Нам нужно понимать, кому что мы продаем, кому что мы будем рекомендовать. И второй момент – это надо, чтобы в компании были те технологии, с помощью которых можно это посчитать. Потому что далеко не у каждого ритейлера на данный момент они могут посчитать, а сколько стоит продать, не знаю, какой-то товар, мешок, банк украски, который стоит вот здесь на полке. Далеко не все могут. И это нужно, чтобы в компании это было. Какой самый интересный вопрос после твоего выступления тебе удалось выловить из большой аудитории? И если он действительно интересный, то, может быть, какие-то советы, рекомендации, лайфхаки дашь по нему? Вопросов у меня, когда я был на сцене, вопросов особо не было. Конечно, подходили уже после здесь, пока пил кофе, подходил человек. У них, не помню из какого региона, говорит, тоже вот у нас подобная ситуация. Сейчас вот, говорит, растем. Два магазина тоже DIY, то есть жесткая грубая стройка, отделочные материалы. То есть наша сфера, какой-то отдаленный регион, не нашего присутствия. Он говорит, растем. И вот столкнулись с этим. То есть вот реально с этим сами к этому пришли и просто, говорит, расскажите, как долго. Вот вы к этому шли, потому что у вас все круто, вы это умеете делать, вы это уже понимаете. И он, как мне показалось, такой надеждой на то, что я скажу, что да там, делов-то полгода, и вы все сделаете. Но нет, это не так, как я говорил на сцене, что действительно это долго, это дорого, но компании нужно меняться, сотрудникам нужно меняться. Вот это было интересно. Куда идти за экспертизой? Допустим, кто-то, например, посмотрел на нас в режиме онлайн, сказал, да, тоже столкнулись с такими же проблемами. Нужно получить какое-то опытное мнение, рекомендации, а может быть, еще даже консалтинг. Куда идти? Куда идти по этому, наверное, ну, точно не скажу. Вообще, когда к презентации готовился, помимо той информации, что есть внутри компании, думаю, ну, почитаю извне, потому что одно дело, когда роешься в информации, которая есть, которая все владеют в компании, думаю, почитаю про вот этот вот direct product profitability, этот метод расчета, метод учета затрат. У нас в нашем российском сегменте в Яндексе одна единственная статья на русском, все остальное на английском, и то тоже какой-то непонятно, то есть это, ну, в общем, непонятно, информации мало, куда идти, не скажу. У нас это много лет назад внедрял наш генеральный директор Тверской Максим Юрьевич. Откуда он это узнал, тоже не могу сказать, это, наверное… За консалтингом, я думаю, что уже можем отправлять к тебе на страничку Facebook, для того, чтобы люди, которые, грубо говоря, сталкиваются с похожими проблемами, могли прийти, поделиться, поговорить, и, может быть, в споре родится какая-то истина. Ну, да, только не Facebook, а Instagram. Окей, значит, отправляемся в Instagram, подписывайтесь, Руслан Ильюш, с удовольствием поделитесь своей экспертизой, и если у вас возникли вопросы, я думаю, что в режиме оффлайн, наверное, можно будет обсудить с тобой. Да, конечно. Что пожелаем ритейлу в честь 20-летия? Продолжать развиваться, не останавливаться, действительно ведется большая работа, периодически тоже захожу, читаю интересные статьи, узнаю чужое мнение, посмотреть, что творится, не останавливаться, продолжать больше, больше, больше освещать деятельность. Спасибо, я желаю успешного бизнеса и тебе. Пусть он будет эффективным, и 2020 год будет для всех для нас финансово успешным. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок